Шалом, дорогие! 2021 год — это год искренности. Именно так, год искренности. В Вестминстерском словаре богословских терминов дано такое определение слову «искренность». Это чистота и непорочность, с которой люди были сотворены по образу и подобию Божьему. После грехопадения образ Бога в человеке был искажен. Однако, когда мы стали верующими, в процессе освящения образ и подобие Бога в нас восстанавливаются. Затем мы преображаемся в образ и подобие Иисуса. По этой причине нам нужно захотеть, чтобы Бог нас очистил. Наша задача — стать такой же целостной личностью, как Иисус, поскольку Он — цельная натура. В Евангелии от Матфея, 22 главе, 15 и 16 стихах говорится, «Когда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в славах». Но вместо этого они признали искренность Господа Иисуса, сказав, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Слово «справедлив» в новом международном переводе звучит как «искренний человек». Это человек целостный, честный или искренний человек. Это такой человек, у которого сердце, разум, образ мыслей, слова и поступки отражают мышление Бога. «Они отражают мышление Бога». Такой человек остается искренним, потому что он любит Господа и боится Его. Господь наделяет такого человека благословением, согласно тому, что сказано в 24-м псалме. Это отрывок с 12 по 14 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе. И семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его. И завет свой он открывает имя. Искренний человек не таков, какими были книжники и фарисеи». В Евангелии от Матфея, 23 главе, со 2 по 26 стих, сказано следующее. «О Моисеевым седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают». Господь Иисус сказал, что книжники и фарисеи – это лицемеры. Внешне они кажутся людям праведными. Однако внутри они наполнены лицемерием и беззакониями. Господь Иисус сказал книжникам и фарисеям такие слова. «Змеи, рождение екиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Также напоминаю всем нам, в особенности проповедникам и учителям, если вы учите истине Слова Божьего и не можете никого научить, вам нужно честно в этом признаться. 2021 год. В еврейском календаре – это 5781 год. И называется он годом Пей-Алев, что значит 81. «Пей» или число 80, означает «открытый рот». Господь Иисус напоминает нам. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. 36-37 стихи. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, его от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Разное слово можно определить как лживое. Если мы учим истине, но не воплощаем ее на практике, это ничем не отличается от лжи. В притчах сказано, это 6 глава, 16 и 17 стихи, что лживый язык – это то, что Господь ненавидит. Еще притчи 11 глава, 1 стих говорят нам. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». Неверные весы можно понимать как обманывающие весы, а это мерзость для Господа. В послании Иака во 2 главе 17 стихе говорится, «Так вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Так что если мы верим в искренность Слова Божьего, произносим его, но не исполняем, тогда наша вера мертва. Точно так же поступает неискренний человек. Поэтому я призываю вас быть человеком искренним. Еще посмотрим с вами 14-й псалом. Первый стих этого псалма говорит, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Одно из условий названо в 4 стихе 14-й главы притчи, «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Искренний человек исполнит свою клятву, даже если это будет больно». Мир обычно называет по-настоящему искреннего человека глупым и недальновидным. Мерзкие люди заявляют, что из-за своей искренности человек многое потеряет. Многие люди, видя, что они могут чего-то лишиться, нарушают свою клятву и стараются найти какой-то обходной путь, чтобы максимально избежать потерь. Пожалуйста, вы остерегайтесь этого. Пусть ваше сердце не поддается соблазну поступить подобным образом. Искренний человек будет делать то же, что делал Давид в 25-м псалме. Это отрывок с 1-го по 3-й стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами. Я ходил в истине Твоей». С точки зрения морали, Давид не был идеальным. Однако Библия говорит, что его жизнь показывает нам его зрелый и искренний характер перед Богом. Так что Давид, безусловно, искренний человек. Давид смело говорит Господу, «Искуси меня, Господи, испытай меня, исследуй мое сердце и мой разум, потому что я всегда помнил о Твоей любви и жил, полагаясь на Твою верность». Как и в другом месте, в одном из псалмов, тот же царь Давид провозглашает, «К Тебе, Боже, взываю, на милость Твою уповаю». Если в этом месте этот отрывок рифмуется на наш язык, то в иврите каждая песня, каждый псалом имеет характерное звучание, мелодику. Я хочу вам рассказать одну историю, как это было у меня лично. Вспоминаю, как в ранние годы моего служения Господь дал мне песню, в которой как раз и говорится об этом. Я хочу вам рассказать одну историю, «Аку ринду хадират-Му, Туга». «Аку инжинь слалу декат падаму, меникмати хадират-Му». «Хинданя посланам» «Аку инжинь слалу декат падаму, акун-декат падаму. Когда стали распространяться диски с этой песни в моем исполнении, я услышал много критики в свой адрес от более старших служителей. Они говорили, «Ну как Ник осмеливается петь такое?». Я отвечал, «А разве это не слова из Библии, которые пел Давид?» Но служители так и не смогли принять эту песню. Я был совершенно шокирован тем, что эти служители думали по поводу моей песни. Я пел ее с осознанием того, что я готов к Божьим испытаниям. Это было в ранние годы моего служения. Возможно, кто-то из вас не сможет с уверенностью петь эту песню. Однажды я услышал, как кто-то сказал, «Пастор, Ника так смело поет эту песню, а вот я не готов ее петь». Я просто хочу вам напомнить, что Господь Иисус хочет видеть, что мы живем искренней жизнью, что мы праведны и чисты перед Богом.